Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги, я теперь так буду к вам обращаться. Мы достаточно уже зрелые с вами личности. У нас сегодня 51 занятие и амбициозная тема. Всё-таки прояснить для себя, откуда ножки растут в наших непростых с вами ситуациях. Почему такое происходит? Откуда берутся пресловутые болячки в одночасье, когда кому-то из нас чего-то делать не хочется? Что с этим вообще можно сотворить? И самое главное, всё-таки я настоятельно буду сегодня рассказывать, преследовать один серьёзный эмоционально такой направленный вектор. Нам нужно учиться с вами изменять собственное отношение ко всему происходящему. Для чего? Для того, чтобы быть уравновешенными, для того, чтобы спокойно жить, для того, чтобы иметь такое приятно-саркастическое чувство юмора с пониманием непростых ситуаций тех внешних людей, которые к вам заходят в гости или забежали просто так. Но при этом нужно для себя самого иметь личностные характеристики с пониманием как убеждение, что в этом мире, изменчивом мире, на который мы не всегда можем с вами верно повлиять, нужно иметь абсолютно хорошую сформированную позицию. И неважно в каком возрасте, хотя на сегодняшний момент многие нам тут рассказывают, что до семи, до трёх лет нам всё уже вписали и прописали, программу получили, и это неисправимо. До семи лет это устаканивается и ещё раз подтверждается. В четырнадцать выходи, маугли, и тебя ничего не исправить. Хотя, допустим, где-то лет пять назад у меня возникла такая интересная задачка. И я, наверное, всё-таки примитивно, но тем не менее из всех возможных открытых источников попыталась сравнить модели воспитания детей в Англии, в Европе, как, допустим, Германия ещё где-то, Россия и Америка. И ключевое, на что я обратила внимание, была такая тенденция. Допустим, в Англии трёхвидовая история воспитания. Одних детей собирают в творческие группы и позволяют им делать всё, что им хочется. Кому-то рисовать, кому-то петь, кому-то бегать, кому-то ещё что-то. И всяческими способами развивают эту способность познания мира для того, чтобы потом на основе как фундаменте развить личностные характеристики. И данный человек не мог бы впоследствии, и это был социальный эксперимент, и он сейчас продолжается, не выдаёт из себя серьёзного сопротивления, основой которой является наша пресловутая скрытая агрессия. Вторые люди, где детки, где меньше социальный доход и статус пониже, их там методом вдалбливания кнута и пряника всё-таки заставляли, принуждали делать и учить то, как считает там кто-то нужным учитель. С них тоже что-то неплохое получалось, но у них были всегда классные сопровождающие, но с амбициями и иногда вступали в конфликты до такой степени, что доходило до мордобоя. И все те третьи, которым не надо было учиться, которым не надо было развиваться, рисовать, плясать, там что-то языки, там ещё как-то, их приучали к тому, что жизнь, она заведомо несправедлива. И в силу вашего социального статуса, в силу вашей направленности, и убогости, тупости, недоразвитости, и дебилизма, вот тебе ключ, вот тебе большой завод, если ты сможешь доказать нам, что ты что-то из себя представляешь, что может быть, ты станешь начальником смены. В принципе, не особо сильно образование отличалось дореволюционные времена, после и сейчас. Единственное, что сейчас в меньшей степени количество детей, которым позволяют самовыражаться и познавать мир при помощи собственного таланта. Это так, вступление, чтобы вы понимали, что хотим мы того или не хотим, чем жизнь всё-таки в наших руках. Пускай наше восприятие, мировоззрение немножко кто-то там подпилил, кто-то там подкосил, там ещё как-то, но в любом случае всё-таки наладить жизненную ситуацию и быть более или менее уравновешенным, скоординированным и для себя самого приемлемым, я думаю, что это посильная задача каждого из нас. Так вот, я сегодня попытаюсь вам преподнести, показать и, собственно говоря, доказать и научить этим всем пользоваться всегда есть минимум 3-4 взгляда на одну и ту же ситуацию. Вот в векторе нашего сегодняшнего развития, давайте я вам процитирую любимого, кстати, моего писателя, Ивана Тругенева, в очень спокойной, нормальной, такой доступной, не злобной, не агрессивной, а констатационной форме, фактически ставящей точку на любых там разочарованиях и очарованиях, вот тут он написал такую цитату. Когда разочарование вами происходит по отношению к человеку, нужно понимать, это не он такой плохой, это ты к нему таким способом относишься, потому что считал его лучше, а он такой, какой есть, и заслуживает, что может, и не надо от него ждать того, на что он не способен. Очень спокойно, очень ровно, констатация факта, не надо предъявлять каких-то завышенных ожиданий, не надо думать, представлять или награждать человека какими-то там лаврами, не поняв, не увидев его поступок и отношения к вам. Предательство, как он же точно так же классифицирует, это просто ориентир человека на личные интересы и выгоды, не более того. Если вы с таким посылом будете смотреть на все не очень понятные, как вам на первый взгляд покажется, действия человека, по крайней мере, вы сократите свое эмоциональное здоровье. И это будет достойно и спокойно, но констатация факта, как совершенного действия и имеющие определенные последствия, вы должны для себя тоже понимать. Из той же серии просто запомните, развернув с другой стороны, посмотрев на такой вот механизм, как манипуляция. Когда вами манипулируют, вы должны быть точно убеждены, что в вас очень нуждаются. Но не могут этого озвучить честно, потому что на сегодняшний момент в обществе это не принято. И когда вы пытаетесь манипулировать, вы преследуете точно такую же цель собственных интересов и выгоды, как только вы назначаете какое-то в диалоге словосочетание, как причинно-наследственную связь, давай мы договоримся, что дураков здесь нет. Давай мы договоримся о том, что если что-то не так, лучше спросить, прояснить, нарисовать и задать вопросы. И не допускать никогда ситуации, которые очень расшатывают нервную систему, из-за этого происходит масса всевозможных. Во-первых, трата времени. Во-вторых, бесконечные замотные составляющие. В-третьих, о чем мы сегодня будем разговаривать, это когда сразу на ум приходят привычные такие неосознанные модели поведения в семье. Голова заболела, рука заболела, я споткнулась, у меня тут коле, тут так, тут так. Это те надетые на нас болезни, которые мы видели и записали в свою пресловутую кинопамять. И как только мы не знаем, что как поступить и что сделать, потому что и хочется, и надо, хочется это потому, что хочется что-то менять, сложные изменения, это очень такие кардинальные вещи в нашей жизни. Нам хочется потянуть, посидеть, лишь бы, лишь бы все было так, как есть, не хуже. И мало кто понимает, что если ничего не менять, наоборот, становится хуже. Так вот, наша сегодняшняя с вами задача, переходя сюда, чтобы вот была такая запоминательно обоснованная база, на основании которой мы с вами, собственно говоря, методику и разбираем. Третий в задаче класса создания треугольник – это когда ребенок, не осознавая, но очень четко записывая, внешние и внутренние модели поведения набирает бессознательно те механизмы, которые люди, держатели системы, находящиеся там, папы, мамы, братья, сестры, друзья, товарищи, которые вхожи в дом, родственники, родители, выдают отрицательный результат, объясняя, почему они делать что-то не будут или наоборот, почему они что-то сделали, только лишь потому, что у них голова заболела, нога там споткнулась, что-то там сломали, что-то там где-то закололось, завертелось. Это то отрицательное, которое выходит у нас при первой непонятной какой-то проблемке, задачке. Это как оправдательная база, почему все болячки, все недоразвитости, все какие-то недомолвки, все отрицательные, агрессивные, нерешенные задачи ребенок за собой тянет из своей семьи. Только по одной причине, что он насмотрелся всего этого, не нашел решения, потому что никто этого не показал. Была или смена декораций, как людей, или какая-то оправдательная такая обманная система, очаровался, разочаровался, я-то думала ты. Ну такая манипулятивная вещь, которая и дает возможность человеку пресловутого собственного оправдания. Есть понимание? Так вот управляющая система в любой ситуации, вот как семья, родственники, там, где люди находятся в закрытой системе, где они беспрепятственно могут внутри передвигаться, и там естественным способом возникает достаточно каких-то задачек, каких-то конфликтных, каких-то недопониманий, каких-то разочарований или смены, или еще там что-то. Но то, что не решается, отодвигается, а впереди, потому что нет решения, нет варианта, нет действия, впереди показывается я бы, да бы, но я заболел, что сейчас мы с вами видим, все почему-то сразу заболели. Предпосылок не было, ничего не было, но все заболели. Потом я не смог заработать, я не смог закончить, я не смог сделать, я не смог я не смог я не смог если вы будете очень внимательны то люди почему-то настоятельно очень навязчиво безапелляционно объясняют доходчиво несколько раз то чего не смогли и крайне редко родители нам или близкие люди рассказывали как же они смогли так